Один из самых обсуждаемых инфоповодов последних месяцев, связанных с королевской семьей, переезд принца Уильяма и его семьи в коттедж Аделаида. Его семья прежде жила в Кенсингтонском дворце в западной части Лондона, а теперь перебирается поближе к Виндзорскому замку, находящемуся в одноименном городе в графстве Бергшир. Ради этого принцу Джорджу и принцессе Шарлотте придется сменить школу в то время, как принц Луи впервые пойдет в нее в следующем месяце. И пока королевские эксперты гадали о том, как отреагируют на переезд дети Кейт Миддлтон и ее супруга, инсайдер из окружения монаршей семьи успел все рассказать изданию Hello. Если верить его словам, больше всех остальных грядущая смена места жительства радует принца Джорджа, мальчик невероятно взволнован переездом и хочет поскорее увидеть новый дом. Он даст юному принцу, его брату и сестре больше свободы, возможность проводить столько времени на свежем воздухе, сколько им потребуется. Они смогут наслаждаться любимыми занятиями в полной мере, заниматься теннисом, плаванием и футболом, пояснил инсайдер. В настоящий момент прислуга герцогов занимается перевозкой личных и ценных вещей герцогов кембриджских из одного дома в другой, поскольку переезд должен состояться в ближайшие пару недель. Коттедж Аделаида расположен в центральной части парка Crown Estate, он был построен в 1831 году как убежище для жены Вильгельма IV, королевы Саксин-Майнингенской. Особую любовь к дому питала и королева Виктория, которая называла его лучшим местом для завтрака. Но самым известным жителем дома называют Питера Таунсенда полковника королевских ВВС Великобритании, который встречался с принцессой Маргарет и планировал на ней жениться. В 2015 году коттедж Аделаида был отремонтирован, а через несколько лет началась битва за проживание в нем. Сообщается, что 70-летие королевы на престоле было отмечено Советом Бродленда в Норфолке да неуважение ее величеству, которая обошлась налогоплательщикам в 32 тысячи британских фунтов стерлингов. Статьи расходов привели налогоплательщиков в ярость. Платиновый юбилей королевы Елизаветы II в июне нынешнего года ознаменовался празднованием и чествованием по всей стране, но окружной Совет Бродленда зашел слишком далеко по мнению многих жителей графства Норфолк. Совет устроил престижную вечеринку всего лишь для 300 гостей, а также заказал в честь платинового юбилея семь плетеных статуй Корги. Корги стали национальным символом и символом британской монархии из-за любви королевы к этой пароде. Статуи плетеных Корги обошлись Совету в 20 631 британский фунт стерлингов и 41 пенни в общей сложности, то есть около 3000 фунтов каждая, что местные жители назвали позорным использованием денег налогоплательщиков. В настоящее время статуи расположены в разных местах Норфолк Бродес. Их цену выяснила советник от либерал-демократов Кэролин Карри Мегаванлоу. Во время встречи на прошлой неделе она спросила, сколько статуи стоят. На вопрос ответила заместитель руководителя местного совета, депутат от партии Тори Труди Манчини Бойл, которая заявила, что на их дизайн, создание и установку было потрачено в общей сложности 20 631 британского фунта стерлингов и 41 пенни. Заместитель руководителя попыталась оправдать такие расходы, отметив, что совет сделал доброе дело, совершив покупку на месте, а не в Китае. Госпожа Манчини Бойл сказала, мы попросили местного художника разработать дизайн для нас, они стали заказывать их в Китае, что было бы дешевле. У герцогини Кэтрины королевы Елизаветы II очень много общего, по заверению королевских экспертов. Герцогини Кембриджская ориентируется на британского монарха во всем, когда готовится стать королевой-консортом. На днях на портале People вышла статья, подготовленная биографом королевы Елизаветы II Салли Беделль-Смит. В ней автор рассказывала о том, что Кейт Миддлтон постоянно следит за тем, как держит себя бабушка принца Уильяма с окружающими, чтобы в дальнейшем не допускать ошибок во время официальных мероприятий и светских раутов. У Елизаветы II она почерпнула главный жизненный принцип, который гласит, никогда не жалуйся и ничего не объясняй. Их объединяет приверженность традициям и готовность поставить интересы государства выше своих собственных, но есть и то, в чем у двух женщин слишком много отличий. Все тот же королевский эксперт Салли Беделль-Смит признает у двух членов монаршей семьи кардинально разные взгляды на воспитание детей. Королева взошла на престол в возрасте 25 лет после внезапной смерти своего отца Георга VI в 1952 году. В то время она уже была матерью двоих детей, и ей было очень трудно сочетать роль жены, матери и главы государства. У нее не было никаких образцов для подражания, объясняет Салли. Пример ее матери, Елизаветы, ничем не мог ей помочь, она была королевой-консортом, тот же титул в свое время приобретут герцогиня Корнуолольская и Кейт Миддлтон. Елизавете двух пришлось учиться у своего отца основам управления государством, но в каком-то смысле пришлось разрабатывать собственный подход к совмещению материнства и управлению монархией. Многие королевские эксперты настаивают на том, что детям монарх уделяла слишком мало внимания, во время ее официальных поездок и королевских турне они оставались дома, с многочисленными нянями и прислугой. Кейт не будет правящей королевой, а потому она убеждена в том, что должна постоянно проводить время со своими детьми, признаются инсайдеры из окружения герцогини Кембриджской. Примеров тому достаточно так, Уильям и Кейт взяли с собой принца Джорджа в турне, когда тому едва исполнился год. Плюс Миддлтон уделяет много внимания развитию общественных проектов, связанных с семьей и материнством. В июне прошлого года она открыла Королевский фонд раннего детства. Целью его существования она называет повышение осведомленности родителей о важности раннего развития детей и желание изменить жизни малышей к лучшему. Есть у проекта и глобальные задачи – построение психологически здорового и заботливого общества. Из-за выпавшей ей роли главы государства королевы Елизавета Двух не может настолько плотно концентрироваться лишь на одном вопросе. Но это не значит, что она не одобряет подход Кейт к воспитанию детей, как и другие королевские эксперты. Салли Беделль Смит признает, что королева Елизавета II невероятно гордится принцем Уильямом и его женой, поскольку видит в них надежду для будущего монархии. Будучи одной из главных представительниц королевской семьи Кейт Миддлтон, регулярно посещает светские мероприятия, на которых всегда присутствуют фотографы. Более того, участь монарших особ такова, что их любят преследовать папарацци, даже если они просто гуляют в парке со своими детьми и не занимаются делом государственной важности. Именно поэтому королевским представителям нужно всегда держать лицо в прямом смысле этого слова, чтобы всегда идеально получаться на фотографиях. И с этой задачей прекрасно справляется герцогиня Кембриджская, за всю карьеру которой практически невозможно найти неудачного снимка. Оказалось, залог успеха хороших кадров заключается в одном секрете герцогини. Об этом рассказала эксперт по моде и стилю Миранда Холдер. Вы когда-нибудь задумывались, почему Кейт Миддлтон выглядит так сногсшибательно на своих фотографиях? Что ж, у меня есть ответ на этот вопрос, герцогиня Кембриджская прошла обучение по работе со СМИ, и я собираюсь поделиться с вами маленькой хитростью, которая позволяет ей всегда идеально получаться на фотографиях. Этим советом она пользуется всегда, заинтриговала поклонников Миранда. Оказалось, секрет заключается в том, чтобы правильно держать подбородок. Ее просто научили всегда держать подбородок параллельно земле. Она не наклоняет его ни вниз, ни вверх, и это обеспечивает ей хорошие фотографии. Вы можете быть самым красивым человеком на земле, но все равно ужасно получиться на фотографии, потому что то, как ваша челюсть располагается относительно земли, очень важно. Вам не нужно опускать голову, или задирать ее, чтобы мы видели ваши ноздри, нет. Кейт просто правильно держит подбородок, заключила Холдер, заявив, что такой лайфхак помогает герцогине выглядеть утонченной и просто безупречно на любой фотографии. Одна из причин, по которой Меган Эмайер-Кайл так и не смогла остаться в Лондоне и приняла решение уехать в Калифорнию вместе с принцем Гарри, строгие правила королевского этикета и необходимость постоянно посещать официальные мероприятия. Журналисты британских таблоидов и биографы герцогини Сосекской общались с ее друзьями и выяснили, свою жизнь при дворе она представляла как голливудскую сказку, которая не имела ничего общего с реальностью. А вот герцогиня Кембриджская подходит к выполнению своих обязанностей более прагматично, и в этом у нее есть надежный помощник. На портале People одной из самых популярных статей последних дней стал материал, подготовленный совместно с биографом королевы Елизаветы II Салли Беделль-Смит. Она рассказала о том, как именно готовится Кейт Миддлтон к своей будущей и невероятно важной роли супруги монарха. Она учится, наблюдая, и знает, какие детали нужно подмечать. Герцогиня Кембриджская впитала много знаний от бабушки мужа, пояснила Салли журналистам. Биограф признается, несмотря на разницу в возрасте, которая составляет 56 лет, британскую королеву и Кейт объединяет одинаковый подход к необходимости следовать протоколу и подавать пример окружающим. Она говорит, что главная жизненная мудрость, которую Кейт Миддлтон почерпнула у бабушки принца Уильяма, гласит, никогда не жалуйся и ничего не объясняй.